Лекция номер 1. Курса «Миграционные процессы в Казахстане. 19-20 век». Тема 1. Введение в курс. Истериографический обзор по проблеме миграционных процессов в Казахстане. План лекции. Первый вопрос. Введение в курс. Цели и задачи курса «Миграционные процессы в Казахстане. 19-20 века». Второй вопрос. Истериография проблемы. Этапы в исследованиях проблем миграции в Казахстане. Цель лекции. Основной целью лекции являются раскрытие целей и задачи курса «Миграционные процессы в Казахстане. 19-20 века». Проведение историографического обзора исследования по проблемам развития миграционных процессов в Казахстане. В 19-20 веках. Рассмотрим первый вопрос. Введение в курс. Цели и задачи курса «Миграционные процессы в Казахстане. 19-20 века». Предметом курса является изучение миграционных процессов в Казахстане в 19-20 веках. Но основной целью курса является выявление особенностей развития миграционного процесса в Казахстане в 19-20 веках. и его влияние на формирование количественного и этнического состава населения страны. Рассмотрим задачи курса. Что входит в это понятие? Первое – это дать представление об особенностях и причинах миграционных процессов в Казахстане в 19-20 веках. Вторая задача – оценить состояние миграционных процессов в Казахстане в разные периоды истории и выявить специфику влияния на них в социальных, экономических, демографических, этнических факторах. Следующая задача – определить средние и долгосрочные социально-демографические, экономические и политические последствия миграции для республики. И следующая задача – выявить различия в мотивах миграции различных этнических, возрастных, профессиональных групп населения. Рассмотрим второй вопрос. Историография проблемы – этапы в исследованиях проблем миграции в Казахстане. Исследование миграционных процессов всегда было в центре внимания дореволюционной, советской, современной, отечественной и зарубежной науки. Имеет определенную теоретическую и методологическую разработку. В исследованиях проблем миграции можно выделить три этапа. Первый этап охватывает вторую половину XIX и начало XX годов XX века. Он характеризуется все возрастающим вниманием к изучению миграционного движения населения. В дореволюционной России изучение миграции было вызвано быстрым ростом трудовых ресурсов по реформенной деревне. И это вызвало необходимость их перераспределения и переселения в конце века в Сибирь, в Казахстан и в Среднюю Азию. В литературе этого периода широкое применение нашел термин «переселение», который означал массовое перемещение населения внутри страны из аграрно-перенаселенных в осваиваемые и малонаселенные районы с целью их колонизации. Рассматривая периоды периодизации переселенческой политики, ученые выделяют несколько этапов. Первое – это вольное переселение, которое происходило в XVI-XVII веках. Военно-правительственное переселение – это уже XVIII-XXVII веков. И крестьянское переселение – 60-е годы XIX века, начало XX века. Турчинин предлагал следующие периоды переселения крестьян. 1861-1891 год, когда крестьянам разрешали переселяться после отмены крепостного права в Россию. 1891-1905 год – переселение крестьян водным путем, ограниченное коротким навигационным периодом. И 1906-1914 годы – активное переселение крестьян в период Толыпинской аграрной реформы. Второй этап связан с 30-ми и 50-ми годами XX века, который отмечен наивысшей инновационной подвижности населения. Этому способствовала еще и в 40-е годы миграция в годы Великой Крестной войны. Это эвакуация на территорию Казахстана, Средней Азии, других республик. Значительными передвижениями людских ресурсов сопровождалось и послевоенное восстановление народного хозяйства. К этому периоду относятся и насильственные переселения людей и отдельных народов, которые подверглись репрессиям. Научные исследования в этот период о миграции были приостановлены. В силу идеологической и политической атмосферы того времени. И поэтому сведения о миграции отсутствуют в переписи 1937 года и 1939 года. Исследовались в основном миграционные проблемы до октябрьского периода, которые были связаны с переселением русского населения в Туркестан, Казахстан и Киргизию. Третий этап изучения проблем миграции населения начинается в 60-е годы. За период с 1960 по 1973 год в стране было опубликовано более 320 монографий, брошюр и сборников по общим теоретическим вопросам расселения, организации, миграции и трудовым ресурсам в СССР. Основные принципы миграции были сформулированы в трудах социальных историков, экономистов, демографов и социологов Заславской, Лишнецкого, Переведенцева, Заячковской, Рыбаковского, Тарасовой, Рыбкиной, Урланица, Хомры и других. С конца 60-х годов сформировалось несколько научных центров по изучению миграции населения, которые имели определенные проблемы с детализацией. В позиции системного подхода разрабатывались теоретико-методологические и методические основы изучения миграционного поведения. Одним из новых направлений исследовательских разработок 70-х годов стали сравнительные этносоциологические исследования, посвященные изучению социальных, культурных и лингво-психологических факторов, влияющих на направление миграции и динамику расселения представителей различных национальностей. Четвертый этап в исследовании миграции населения начался в начале 90-х годов. Для него характерен комплексный анализ феномена современной миграции населения, обусловленный межнациональными конфликтами на территории республик, которые входили раньше в состав СССР, и после распада Советского Союза в этих странах разгорелись межнациональные конфликты. Качественно новым моментом в исследованиях миграции стало тесное сотрудничество представителей различных научных направлений – социологии, социальной истории, географии, этнографии, права. Богатейший материал для осмысления проблемы дал исследовательский проект «Внутренние миграции и иммиграции из бывшего СССР», который был разработан в лаборатории миграции населения, Института занятости Российской Атадемии наук и Минтрудом России и совместно с организациями США. Отдельно рассмотрим исследования казахстанских ученых по проблемам миграционных процессов в Казахстане. Проблемы миграционной подвижности населения Казахстана, ее влияние на формирование численности населения страны, причины образования миграционных потоков, значение этнических факторов определения характера и интенсивности миграции населения республики исследуются во многих работах Витковской, Алексеенко, Алексеенко, Слбекова, Козиной, Татимова, Мендикуловой и других. Исследования проблем в нерегиональной миграции коренной этнической группы и перемещения представителей некоренных народов республики посвящены работе Кушербаева, Масанова, Галиева, Канн и других. Для понимания процесса, происходящих в сфере народонаселения и миграции, важны исследования философов, экономистов, географов. В советское время тоже уделялось немало внимания вопросам миграции, но в основном эту тему исследовали экономисты-социологи. И в этом плане единственной работой является монография Базановой, которая вышла в советское время, называется «Формирование и развитие структуры населения Казахстана. Национальный аспект». В этой работе она анализирует сложный и многоплановый исторический процесс формирования этнической структуры населения Казахстана в ходе межреспубликанской миграции за период с 1920 по 1979 годы. Автор совершенно справедливо замечает, что сложный процесс формирования национальной структуры населения проходил в ходе миграционной политики советского государства. И она считает, что миграционная политика была вызвана необходимостью оказания помощи национальным окраинам в развитии их производительных сил. И эта точка зрения Базановой господствовала многие годы в исторической казахстанской науке. Новые подходы к исследуемой проблеме отличает статья Солбекова. Он анализирует социально-экономические, демографические, политические последствия индустриализации, особенности формирования национальных кадров рабочего класса. В них автор справедливо отмечает, что высокий миграционный поток в Казахстане и других регионах Советского Союза явился следствием командно-административных методов руководства период коллективизации, индустриализации и позже в связи с индустриальной направленностью развития. Демографическому развитию коренного населения Казахстана посвящена монография Ассалбекова и Козиной «Казахи. Демографические тенденции 80-90-х годов». На фоне развития многонационального населения Казахстана авторы анализируют демографические тенденции, динамику роста, численность, полувозрастной состав населения и, конечно же, миграционные процессы. Какие особенности характерны были для миграционных процессов именно в эти годы. Новаторское по отношению к проблеме использования принудительного труда при тоталитарном режиме является совместная работа Позыбаева и Эдвигенова. Они использовали ранее недоступные источники. Здесь тоже затрагиваются проблемы населения Казахстана, родонаселения и проблемы миграции в результате индустриализации, коллективизации советского периода. В книге «Алексеенко и Алексеенко. Население Казахстана за 100 лет» на основе переписи населения 1897, 1826, 1839, 1859, 1879, 1889 годов и других статистических материалов исследуются тенденции изменения численности населения, вопросы миграции, изменения этнической структуры народонаселения Казахстана. Вопросы миграции населения, ее влияния на процессы воспроизводства, проблемы формирования национальной демографической политики и аспекты прогнозирования демографического развития Казахстана отражены в трудах татимого развития народонаселения и демографической политики. В 90-х годах появляются региональные исследования, касающиеся только Западного Казахстана. Это монография Сдыкова, формирование населения Западного Казахстана в 18-19 веках и население Западного Казахстана, вторая монография, второе исследование, которое охватывает период с 1897 к 1989 год. Проблемам депортации репрессированных народов, которые тоже способствовали усилению миграционного потока на территории Казахстана, посвящено исследованию Алдажуманова и Алдажуманова депортации народов в преступлении тоталитарного режима. В ней очень много сведений о прибытии и размещении депортированных народов в Казахстане. Этнической истории корейцев посвящена работа Кана, Кима. Первой попыткой комплексного изучения проблем части казахского народа, которые проживают в Дальнем Втором веке, стала монография Медикуловой. Вы знакомы с этой работой по курсу истории казахской диаспоры. В ее работе рассматривается основной этап по формированию казахской эриденты 17-19 веков в Китае, место и роль казаха в образовании Восточной Казахстанской Республики. Авторы исследуют исторические события 20 века, которые повлияли на развитие и расширение ареала казахской диаспоры в мире. Рассматриваются причины возникновения диаспоры в Афганистане, Турции, в Иране, трудовой миграции казахских стран из Западной Европы и США. Источники по проблемам миграционных процессов в Казахстане в 19-20 веках. Их можно разделить по следующим группам. Статистические документальные источники – это переписи населения с конца 19 века по 26 годы и далее данные статистики 20 века. Декреты советской власти, постановления Центрального комитета Киргизской АССР, документы Центральной комиссии и постановления Переселенческого управления. Шестая группа источников – это официальные документы современности, указы, постановления, решения. Следующая группа – это материалы периодической печати 20 века. И последняя – это использование информации с различных интернет-ресурсов, веб-сайтов и так далее. Итак, таким образом, заканчивая лекцию, хотела подвести немного итоги. Мы рассматриваем проблемы миграционных процессов в Казахстане в 19-20 веках. Какие проблемы мы будем изучать по данной теме? Это первое, конечно, экономическое социальное положение Казахстана в начале 20 века, что особенно важно для того, чтобы понять причины миграции, особенности миграционных процессов в Казахстане в 19-20 веках. Мы изучаем народонаселение, состав, полувозрастной состав, численность, количественный состав населения, для того, чтобы понять, как происходили миграционные процессы, как это отражалось на количественном и качественном составе населения. Мы разбираем периоды, начиная с конца 19-го по 20-е века. И особенно важно здесь использование источников документальных, статистических, переписи населения, декрета советской власти и официальные документы современного времени. В конце лекции мы обращаем ваше внимание на вопросы для закрепления темы. Итак, первый вопрос. Определите цели и задачи курса «Миграционные процессы в Казахстане» в 19-е и 20-е годы. Второй вопрос. Выделите этапы периодизации по проблемам миграции населения. Вы выделяете этапы, начиная с... Этапы, вернее, исследований, которые были выпущены, начиная с начала 20-го века до конца 20-го века. И можно взять и период современности. Третий вопрос. Какой характер носили исследования по проблемам миграции в советское время? Объясните почему. Четвертый вопрос. На основе каких источников исследуются проблемы миграционных процессов в Казахстане? И пятый вопрос. Какие источники по данной проблеме важны в современное время? Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова Субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова